Возмездие Дело Господне Книга Бытье, 34 глава, с 18 по 31 стих И понравились слова сии Емору и Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова, и он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали, «Сии люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля же, вот, пространна перед ними, станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами». И послушались Емора и Сихема, сына его, все, выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужеский пол, все, выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Они взяли мелкие крупные скоты их и ословь их, и что ни было в городе, и что ни было в поле. И все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левии, «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Они же сказали, «А разве можно поступать сестрой нашою, как с блудницей?» Емор и Сихем возвращаются к своему племени и рассказывают о требовании братьев Дины. Не догадываясь, что их обманули, они сами тоже не говорят народу всей правды и лукавят, скрыв часть этой истории, умолчав об истинной причине, по которой они хотят объединиться с семейством Иакова. Они убеждают людей, что те смогут жениться на еврейских женщинах. Тогда и скот, и имущество Иакова перейдут к ним. Народ соглашается обрезаться только потому, что это сулит большую выгоду. Люди снова пытаются использовать Священный Завет, который Бог заключил со Своим народом в Своих корыстных целях. Это не угодно Богу. Обманываете ли вы других людей на работе, на учебе, в церкви и дома ради своей личной выгоды? Просите Бога очистить ваше сердце. Размышления, часть 2. Возмездие не наше дело. По прошествии трех дней, после того, как Хананеи были обрезаны, сыновья Иакова нападают на ничего не подозревающих жителей города, которые еще болеют после операции. Обуреваемые гневом и обидой двое сыновей Иакова, Симеон и Левий, истребляют в городе всех мужчин и похищают все городское имущество – женщин и детей. Они снова используют Святой Божий Завет, чтобы утолить собственную ярость и корысть. Они лишают жизни множества невинных людей и завладевают их имуществом. Как это должно быть отвратительно Господу? Иаков упрекает сыновей и боится, что теперь на их семью могут напасть окружающие народы. Отмщение – не наше дело. Это – дело Бога. А нам нужно просто смирение, верить и ждать, что Он все и всех рассудит по своей совершенной справедливости. Мы часто хотим контролировать все. Нам хочется взять отмщение в свои руки. Но это не наше дело. Судить – это дело Бога. И Он – судья праведный. Молитва. Дорогой Небесный Отец, я отдаю тебе свое желание отомстить или восстановить справедливость. Это – твое дело, и я доверяю тебе. Помоги мне просто ждать, что ты проявишь свою высшую справедливость в свое совершенное время. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Иисус м内